Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, до сих пор проблема опухолей все равно она лежит в хирургической плоскости и прекрасно, когда есть еще какой-то контроль электрофизиологический интероперационно, что позволяет нам мониторировать и определять пределы физиологической дозвонности операции. Однако это есть не всегда и по нашему мнению роль анестезиолога в том, чтобы пациент пережил операцию вместе с нейрохирургом, чтобы дожил до химио-лучевой терапии, здесь несомненно. Что же мы можем сделать, чтобы не испортить то хирургическое лечение, которое проводится? Так, по нашему мнению, мы вообще подходим к анестезиологическому пособию с позиции адекватности анестезиологического пособия до декомпрессии твердой мозговой оболочки, а мозг, как известно, находится плотно к костяном и твердой мозговой оболочке в тляре, важно сохранить перфузионное давление у нашего пациента, не нарушив мозговой кровоток до того, как хирург подошел к опухоли. После декомпрессии роль анестезиолога в обеспечении мягкого, податливого, некровоточивого мозга, но и по мере возможностей оценка и максимально возможное ограничение вегетативных реакций. Также на этапе удаления опухоли нормальные показатели сосудисто-тромбоцитарного и экуляционного гемостаза в ране будут являться критериями проводимого адекватного анестезиологического пособия. Ну и в конце операции плавный гармоничный выход из состояния наркоза, когда пациенту можно оценить его неврологический статус на операционном столе, также будет являться критерием всей работы бригады совместно анестезиолога и нейрохирурга. Ну всем хорошо известны клинические проявления неадекватности анестезиологического пособия в послеоперационном периоде. Это возможно развитие нейродистрофического синдрома, психомоторное возбуждение пациента, которое нельзя объяснить с позицией нейрохирургической операции, гипертонус, скелетные мускулатуры, диссоциация между уровнем сознания и способностью к адекватному спонтанному дыханию, чрезмерное угнетение функций центральной нейросистемы, тошнота, рвота и другие осложнения. В связи с этим, по нашему мнению, полезно оценивать не только какие-то отдельные реакции организма, но и стабильность, балансированность всех вместе показателей. Итак, как я уже говорил, основной целью анестезиологического пособия нейрохирургической операции является обеспечение оптимальной перфузии и поддержание достаточного уровня оксигенации головного мозга во время хирургического лечения. Как результат, мы будем иметь мягкий податливый некровоточивый мозг, который позволит хирургу работать сколько угодно долго и выполнять удаление новообразований любых крупных размеров, любых локализаций. Ну и плюс в конце нашего анестезиологического пособия это гармоничное восстановление функциональной активности центральной нейросистемы после окончания операции. Буквально несколько слов, чем отличаются наши нейрохирургические пациенты от других пациентов. Если посмотреть соотношение кривой внутричерепного объема и внутричного давления, пациенты с опухолями головного мозга очень часто находятся на восходящей части этой кривой. И у этих пациентов любое, даже небольшое увеличение кровотока, особенно до, как я уже говорил, декомпрессии или вскрытия твердой мозговой оболочки, может привести к резкому неконтролируемому повышению внутричерепного давления, что закончится очень часто инвалидизацией пациента и вообще невозможностью его операции. Но во всяком случае резко затруднит возможности манипуляций хирургических для удаления внутричерепных новообразований. В связи с этим необходимо помнить, что все инвалидизационные анестетики в той или иной степени снижают аторегуляцию и повышают мозговой кровоток. А все внутрименные, за исключением кетамина, сохраняют аторегуляцию и снижают мозговой кровоток. Хирургу это тоже необходимо помнить, потому что очень часто анестезиологи используют те методики анестезии, которыми они владеют рутинно. Поэтому очень часто даже большие звезды нейрохирургии все-таки интересуются, каким анестетиком работают их анестезиологи и что вообще они планируют делать в плане наркоза. Также необходимо помнить, что два фактора важных, которые влияют на мозговой кровоток, это аторегуляция, то есть определенный диапазон постоянства мозгового кровотока в зависимости от изменения системного артериального давления. И реактивность, изменение диаметра мозговых сосудов в зависимости от напряжения углекислого газа крови. Что тут необходимо помнить? Ну вот нормальная аторегуляция, когда вне зависимости от мозгового кровотока, артериального давления, внутричерепное давление поддерживается на оптимальном уровне для перфузии. Однако у наших пациентов нейрохирургических очень часто аторегуляция страдает. И мы имеем прямую зависимость мозгового кровотока от уровня системного артериального давления. Также кривая аторегуляция в некоторых ситуациях может смещаться или влево, или вправо. Оценить ее сложно, насколько она смещена. Например, даже банальная гипертензия может приводить к тому, что аторегуляция смещается. Именно поэтому интероперационно в нейрохирургии не рекомендуют как резко повышать артериальное давление для следствия опасности повышения внутричкного объема и давления, так и резко снижать. Ну вот реактивность – это регуляция мозгового кровотока от уровня СО2 артериальной крови. Что здесь необходимо помнить? Конечно, это удобно, то есть когда нам надо повысить, допустим, хирургу сделать более мягкий мозг при удалении опухолей, мы снижаем СО2, делая гипервентиляцию, количество мозга становится меньше и хирургу более удобно работать. Но необходимо помнить, что если артериальное давление пациента среднее начинает снижаться, реактивность начинает страдать. И у пациентов ниже 30 среднее артериальное давление, если любое аутерегуляция практически на нуле. То есть гипервентиляция не приведет к снижению объема мозга. Что касаемо предоперационной подготовки. Необходимо оценить уровень сознания пациента. Также вообще крайне рекомендуется обсудить, особенно если опухоль большая, состояние пациента тяжелое, обсудить план операции, план статистического пособия совместно с бригадой. Оценка наличия внутрищепной гипертензии. Также, как я уже говорил, влияет выбор анестетиков, возможно использование диуретиков, глюкокортигоидов. Оценка наличия неврологического дефицита. Также нам, особенно если она выражена неврологический дефицит, будет нам говорить о том, что крайне не рекомендуется пациента пробуждать сразу на операционном столе. Оценка когуляционного профиля. Ну и анализ положения пациента на операционном столе. С одной стороны вроде бы вещи банальные, но у нас не так давно погибла пациентка, у которой при сидячем положении, она взрослая, было не заращение овального окна и произошла парадоксальная воздушная эмболия. После удачно соперированной опухоли сзади чепной ямки мы получили ишемию полушария и пациентка погибла от развития ишемии. Поэтому за кажущей простотой, скажем так, мелочей не бывает. Ну, концепция обеспечения мягкого податливого мозга, как я уже говорил. Здесь важно помнить, что даже поднятие головного конца на 15-20 см приводит к нормализации внутрищепного давления у пациента. Также возможна осмотерапия. Сейчас наиболее часто используется форосамид монетол. Выбор препаратов для анестезиологического пособия, как я уже говорил, относительно ингаляционных и внутривенных анестетиков. Ну, вентиляция, артериальное давление, тоже мы останавливались. Ну, и дренаж ликвара возможен, если мозг действительно напряжен, никакие методы не помогают, то возможно использование дренажа ликвара для того, чтобы обеспечить хирургу хороший доступ. Ну, вот основные, как я уже говорил, диуретики. Это монетол, но необходимо помнить, что у него синдром рикошета, то есть на какое-то короткое время он позволяет только снизить напряжение головного мозга. Также у монетола синдром обкрадывания, улучшение кровотока в неповрежденных участках при отсутствии улучшения в поврежденных. Увеличение риска вторичных повреждений мозга. Ну, также необходимо помнить, что это гиперосмолярный раствор, поэтому тоже желательно все-таки знать о смолярной сплазме для того, чтобы не повредить пациенту просто с использованием монетола без показаний или при наличии противопоказаний. Ну, второй форосамид, но необходимо помнить, что он все-таки не уменьшает отек головного мозга. Глюкокортигоиды чаще используются для того, чтобы усилить эффект монетола. Глюкокортигоиды до сих пор не применяются. Сейчас показаний остается только два. Используемые глюкокортигоиды – это глиальные опухоли головного мозга и спинальная травма. Однако уже сейчас подвергаются сомнения вот эти исследования, которые приводились при спинальной травме на СЦИС, по использованию целесообразности использования глюкокортигоидов при спинно-мозговой травме. Ну, вот остается периодоморозный отек пока одно из таких показаний, где глюкокортигоиды еще не услили из нашей клинической практики. Так, ну и эффект при чемпиональной травме уже четко их, они не показаны. Ну и буквально несколько слов о том, что при воздействии на структуры головного мозга, при удалении опухоли, у организма нашего отмечаются реакции, которые отличаются от обычной реакции, когда, например, происходит разрез кожи, и первичный сигнал на раздражение и разрез образуются на уровне рецепторов линейных окончаний и далее проходят через нейрональные переключения. У наших пациентов непосредственно возникают эффекции, их появление к которым приводит прямое воздействие хирурга на головной мозг. И эти реакции, эти реакции, они лишены полноценного афферентного звена, представляют собой укороченные рефлексы. Очень часто организм может нам отметить на воздействие на головной мозг только отклонением вегетативных параметров, то есть отклонение частоты сердечных сокращений, артериального давления и других. Мы выделяем вегетативные реакции двух типов. Первые реакции, они достаточно простые, то есть это реакции непосредственно от воздействия на какие-то черепные нервы, на ядра черепных нервов. Вот мы видим на гистограмме брадикардия, которая возникает, когда хирург непосредственно воздействует на каудальную группу нервов. Как только хирург перестает воздействовать, эта брадикардия проходит. Такие реакции, они в общем-то не опасны, они для пациента требуют просто их замечания и фиксирования, предупреждения хирурга, но если такие реакции начинают повторяться очень часто и очень много, то, конечно, возможно и изменение тактики хирургического лечения, и какая-либо медикаментозная коррекция данных реакций. Ну и второй тип реакции, он более редкий, в основе его лежит более массивное нарушение функций мозга, которое является следствием относительно или абсолютной гейпоперфузии. Очень часто появление вот центрогенных реакций второго типа или вегетативных, он свидетельствует уже появлении какой-то патологической системы в центральной, в головном мозге. Ну вот мы видим, представлена реакция второго типа. Чем она характерна? Тем, что изменения, допустим, частоты сердечных сокращений, они могут быть и брадикардии элементы, и тахикардии, причем эти реакции не связаны с действиями хирурга, они возникают постепенно и нарастают. И прекращение действий хирурга не приводит к прекращению этой реакции. Очень часто хирург начинает жаловаться, что мозг вдруг не стал ничего, стал напряженный, стал более кровоточивый, что ему очень сложно подходить к опухоли и выполнять какие-то манипуляции. Но вот эти реакции, они как раз требуют более тщательного внимания. Они очень часто приводят к тому, что и надо изменять тактику наркоза, и, возможно, изменить тактики оперативного вмешательства разбивать на два этапа. Собственно говоря, для чего эта реакция? Когда мы проанализировали послеоперационный период, то выяснилось, что у пациентов, в которых отмечались вот эти вегетативные реакции, у них намного чаще происходило выраженное или незначительное изменение нарастания нервологической симптоматики в послеоперационном периоде. Также у этих пациентов отмечалась нестабильность гемодинамики в послеоперационном периоде, что требует более внимательного наблюдения за ними. И, конечно, у этих пациентов и другие виды осложнений, в том числе и летальный исход, наступал более чаще по сравнению с теми пациентами, у которых не отмечались эти реакции. Ну и, как я уже говорил, вот более грозные вегетативные реакции второго типа, они еще больше за собой, больше пациентов имеют осложненный послеоперационный период. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Руслан Владимирович. Вопросы, пожалуйста. Да. Спасибо за вопрос. Скажите, пожалуйста. Как часто применять им в институте Поленова при лечении больных с опухолем головного мозга Манитол? Потому что, если взять клинику в Кельсинке, то они всем больным вводят, даже при удалении всего нерва. Но здесь, понимаете, в чем дело? Мы хорошо знаем клинику в Кельсинке, были у них, и они оперировали у нас. Мы используем не часто, потому что мы считаем, что очень часто именно сама методика нациологическое пособие, которое у нас разработано в институте, она позволяет нам обеспечить мягкий и податливый мозг для работы хирурга без использования Манитола. В клинике Хельсинки я был, не так там часто и применяют. Есть особенности? Ну да. Спасибо. Спасибо.